Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. С вами Койот Питерсон. Я знаю, как вы ждёте наступления новогодних праздников, поэтому сегодня я приготовил для вас сюрприз. Познакомьтесь с Блидсеном, детёнышем северного оленя. Готов погулять? Определённо готов. Теперь обратно. Вот так. Не упускайте нас из виду. Берегите камеры. Хороший мальчик. Опять куда-то понесло. На протяжении нескольких месяцев мы выпускали эпизоды, которые сняли в заповеднике Стива Крошеля в Хэнси, штат Аляска. Мне посчастливилось искупаться в реке с норкой, подобраться с камерой в плотную класске. Поиграть с рыжим лисёнком и даже пообщаться с росомахой. Мы уже заканчивали съёмки, когда Стив предложил посмотреть на осиротевшего северного оленёнка. Разумеется, мы согласились. Мы не могли не показать вам это милейшее животное как раз перед праздниками. Посмотрите на него. Итак, это детёныш северного оленя. В дикой природе их называют карибу. Но таких полуодомашненных особей правильнее называть северными оленями. Этих животных использовали для перевозки груза в специальных упряжках. Они были распространены на севере. Отсюда и название – северный олень. Посмотрите, как Блицин набрасывается на этот кипрей. Детёнышам нужно очень много пищи. Они быстро растут. Вы можете видеть, как уже в этом возрасте появляются рога, пока они ещё мягкие, с таким бархатным покрытием. Сегодня утром он уже съел очень много растений, поэтому его начинает клонить в сон. Приближается тихий час. Как и большинство малышей, он отдыхает большую часть дня. Он сейчас расслабляется, пока я мучишу шейку. Уф! Глаза всё-таки нужно беречь от этих рогов. К счастью, они ещё не острые, поэтому даже после такого удара со мной всё хорошо. Мне нужно говорить тише, потому что я очень близко к ушам оленя, а слух у них очень острый. Им нужен такой острый слух, чтобы слышать хищников вроде медведя или стаи волков, когда они гуляют по дикой тундре. А вот и волк. Уф! Он почувствовал запах карибу. Не волнуйся, Блицин, мы не отдадим тебя волкам. Я мог бы сказать, что выгуливаю оленя, но на самом деле это он выгуливает меня. Видите? Теперь он хочет вернуться туда. Какая тут вкусняшка! Мммм! Что это? Это лесная борода. Это лишайник, и его называют лесной бородой, потому что он свисает с веток деревьев и очень напоминает бороду. Блицин впервые пробует лесную бороду, и она, судя по всему, ему очень нравится. В дикой природе ветки деревьев расположены вот так, и с них свисает этот лишайник. Карибу подходят к ветке и таким образом питаются. Это очень естественно для оленя. И вы сами видите, как ему нравится этот завтрак из лесной бороды. Пожалуй, протиснусь вот так. Ну? Как завтрак, Блицин? Нравится? Я в опасном положении, прямо под оленем. Но я хотел бы показать вам вблизи их копыта. Смотрите, они у них расширенные в виде полумесяца. Таким образом, копыта превращаются в снегоступы. Это позволяет им не проваливаться в снег. Могло ли вам прийти в голову, что я залезу под оленя? Вернемся, пожалуй, к голове, а то тут опасно. Теперь давайте взглянем на мех. Видите, какой он мягкий и пушистый? Это потому, что сейчас олень линяет и меняет шубу на летнюю. Мех очень мягкий и нежный. Смотрите, он уткнулся носом не в руку. Он достаточно поел этим утром. Кажется, теперь он устал. По-моему, он засыпает. Я чувствую, как тяжелеет его голова. Блицин съел много растений. Посмотрим, захочет ли он молоко. Оу, вы только гляньте. Молоко ему определенно нравится. Еще один интересный факт. Почти у всех самцов и самок карибу растут рога. У самцов размах рогов намного больше, чем у самок. И скоро... Оу, осторожно, какой же он голодный. Скоро у Блицина будут красивые раскидистые рога. Посмотрите, как быстро он пьет молоко. Ничего себе. Ух ты. Молоко ты мастерски выдал. В этом тебе нет равных. Наверное, Санта тебя не пускает в дома, потому что ты сразу сметаешь все печенья с молоком, да? Ну вот, молоко кончилось. Все спрашивали, зачем я отрастил бороду перед Аляской. Я подумал, что идеально впишусь, и как видите, этому олененку нравится. Уф, он отрыгнул мне в лицо. Ему нравится моя борода. Кажется, он сейчас уснет. Как здорово провести все утро с детенышем северного оленя. Я Койот Питерсон. Будьте смелыми. Оставайтесь дикими. С праздниками. Увидимся в следующих приключениях. Если вы думаете, что Блицин – самое милое животное Аляски, посмотрите предыдущий эпизод, в котором я играл в перетягивание каната с лисенком. И не забывайте подписываться и включать колокольчик, чтобы не пропускать новых приключений с Койотом Питерсеном. Ах, это грош.